Добрый вечер. Сегодняшнее мое выступление связано с тем, что перед этим у меня было выступление на канале у Валерии Лукьяновой, где я, в принципе, озвучил все эти факты устрашающие, связанные с ростом землетрясений, ураганов, цунами, прочих вещей, и которые, в общем-то, свидетельствуют, что человечество на планете Земля приходит конец, ну и выдвинул предложение, как всего, вообще всю эту предстоящую катастрофу можно упредить. В связи с тем, что, в общем-то, это выступление не пользуется успехом, ну, в принципе, там просмотров всего, там где-то 30 тысяч. Следует однозначный вывод, что, в общем-то, катастрофу нам не упредить. Даже если эти люди, которые слышали, будут участвовать в этом мероприятии, они не смогут ничего сделать. Нужны миллионы людей. Миллионы могут сделать, но поскольку народ, в общем-то, все равно у нас инфативный и спит, проще говоря, катастрофу не избежать. Но есть еще вариант. Этот вариант для тех, кто вступил в ВОК, Всемирную организацию космической коалиции. Я напомню, что наша организация была в 2015 году принята в космическую коалицию. И, в общем-то, мы можем надеяться на то, что именно члены нашей организации будут спасены от этой катастрофы. Ну, поскольку у нас количество принятых в ВОК немного, мы, в общем-то, закрыли прием. Закрыли, потому что обеспокоены тем, что будут набираться неразумные люди. Неразумные, которые, в общем-то, утверждают, что Земля плоская, скоростей больше скорости света нет. Второй закон термодинамики абсолютный. Ну, и много других таких глупостей, которые, в общем-то, свидетельствуют о неразумности людей. Все-таки к нам, я имею в виду ВОК, записывались те, которые продвинутые люди. Вступить там можно было, только прочитав 12 раз молитву требу, и, в принципе, мы уже его принимали. Но сейчас, в силу того, что, в общем-то, может быть такое, что люди, которые поймут, что, в общем-то, катастрофа неизбежна, начнут пытаться вступить. Вот мы же не знаем, кто вступает. Поэтому, в общем-то, мы сделали ориентир на жрецов. Жрецы, понятно, что это по определению продвинутые люди. И вступление сейчас ограничено тем, что нужна обязательно рекомендация жреца, что он готов за вас поручиться, что вы, в общем-то, то есть не будете тянуть нас назад. Говорить всякие глупости, чтобы не разбавить нашу команду неразумными людьми. В прошлом это неразумность вообще называлась, но сейчас это тоже так применяют иногда по старинке. Хотя сейчас уже новая классификация, разработанная уровня IQ, там коэффициента интеллекта. Мы не хотим, чтобы у нас коэффициент понизился и нас не забрали. Мы, в принципе, планируем, у нас в космическом коалинице входит 4 конфедерации. Это плеядцы, арктурианцы, веганцы и орионцы. Но дело в том, что орион вообще, они воевали с пледами в свое время. Но достигнутый поэкет не дал захватить пледы, как, например, была захвачена наша земля. Но члены ВОК, они могут рассчитывать на то, что они будут спасены и именно плеядцами. Хоть и орион тоже может принять участие. Но у ориона очень большая вероятность того, что человек может попасть на гавах или там на энзимы или на счет что-нибудь. Клеядцы, в общем-то, нам близкие и по морфологии, и по анатомии. То есть они, в принципе, люди. Тем более у нас в свое время много эмигрировало с земли людей, именно плеяды. И у них до сих пор остались здесь родственники. И они, в общем-то, прилетают и общаются. Я про таких случаев знаю. И я уверен, что их, естественно, еще больше. Ну вот, и они, самое интересное, что и говорят по-русски. Для того, чтобы все это успешно прошло, надо нам, ну, много не надо народу. В принципе, если там будут миллионы, да, желающих покинуть землю, ну, я не думаю, потому что народ все равно спит, и он не верит в это. Хотя факты у нас устрашающие. Например, в этом году, в 2022, я уже в 2023 наступил, а в 2022 году количество землетрясений резко возросло. Если только каждый год у нас по 5000 землетрясений фиксировалось, причем землетрясения там до 5 баллов они вообще не фиксировались, то сейчас тоже больше 6 баллов землетрясения. Только за первое полугодие 2022 года случилось 85 тысяч. Происходит грандиозное землетрясение, которое вызывает трещины многокилометровые в коре земли. По километру там и, может быть, более ширину. Вот и самое интересное, что у нас льды Арктики и Антарктики, в принципе, практически растаяли, но, тем не менее, воды не прибавилось, потому что растаивание льдов грозило поднятие Мирового океана на 70 метров. Ну, это практически зато, когда находится вся земля. Но льды растаяли, а уровень воды в Мировом океане не поднялся. Это говорит о том, что вот именно вся вода уходит в эти трещины, уходит в глубину. То есть у нас другая беда. Жутся вообще воды. Более того, количество вот этих ураганных ветров, досягающих 300 и более километров в час, он катастрофически растет, замечены такие явления, как вскипание воды в колодцах. Или, например, вот Гренландия, где еще льды не полностью растаяли, отмечено, что подо льдом образовались озера. Это говорит о том, что нагревание идет снизу. То есть лава, которая образуется, она подходит к поверхности. А почему так происходит? Ну, в общем-то, доклад Созидательного общества в клубах, в клубе Ротари говорит о том, что, в общем-то, эти ученые, они не знают причины, почему вдруг возникла лава, и почему порода плавится. А это все происходит из-за того, что у нас вот эта 7-герцовая частота страха, она копится. Копится ли эта сфера Земли? И самое интересное, в силу того, что ну, она, во-первых, эдентична, и люди, которые испытывают страх, они, в общем-то, равномерно достаточно покрывают поверхность Земли, и возникают так называемые солитоны. То есть колебания, которые перспендикулярны друг к другу, 7-герцовые колебания, создают солитон. А солитон, в отличие от простого колебания, он может считать бесконечно долго. Колебание, оно поколебалось и затухло. А вот солитон, он уже не затухает. Более того, у нас солитоны в прошлом назвались и теплородом. Почему теплород? Дело в том, что у нас все вращающиеся тела, они связаны между собой. Вот в XIX веке это было абсолютно известно всем. Сейчас об этом молчок. Никто ничего не знает. Не знают, потому что теплород у нас используется в XIX веке. Телеграф, телетайп, телефон, они же все работали на теплороде, не на электричестве. Электричество начало, собственно говоря, внедряться в конце XIX века, в начале XX века. До этого работало все на теплороде, а еще раньше это в логистоне. Логистония – это тоже солитоны, но только имеющие эфирную, ярко выраженную природу эфира. А теплород – это в принципе колебания, тепловые колебания атомов, молекул, которые тоже, когда колеблется перпендикулярно в другую плоскостях, образуются вот эти вращения. И вот этот вот теплород, он имеет такую тенденцию, как разогревание. И почему-то разогревание происходит. Вот в XIX веке, опять же, было известно, что все вращающееся находится в связи между собой. И вот когда мы возьмем тот же стеклянный шар, поставим его на твердую поверхность, сделаем отметки напротив другую на самом шаре и на этой твердой поверхности, и оставим на сутки, и этот шар повернется, повернется не на малое. То есть он не сделает там много оборотов, он сделает меньше одного оборота, но он его сделает. потому что Земля вращается. И, как уже сказано, все вращающееся находится в связи и влияет друг на друга. поэтому солитоны, которые вращаются вокруг центра своего, они потихоньку начинают раскручиваться. Раскручиваются из-за того, что вращение Земли на них влияет. Поэтому температура у теплорода постоянно растет. У нас в революции были такие бани, что можно было разогревать одним полежком всю баню. Сейчас тоже, в принципе, есть чугунные вот эти печи, которые быстро могут разогреться. Но там не одно полено, а больше надо все равно. А здесь всего лишь одно полено. И такие бани, они до сих пор остались. И вот у меня друг, он не переделал эту баню, хотя она практически сгнила, уже там брошена фанера везде. Потому что, как только переделаешь, этот эффект уходит. А уходит и то, что там меняется форма, естественно. И поэтому разогревание прекращается. И вот это разогревание вызвало расплавление породы. Ну а расплавленная порода, она, понятно, во-первых, расширяется, что вызывает землетрясение. А во-вторых, она приближается к поверхности Земли. И что интересно, это приближение привело к тому, что сейчас осталось, как считает автор этого созидательного общества, что осталось 16 километров до поверхности. А у нас есть Марианская впадина, которая имеет глубину 11 километров. То есть остается всего 5 километров. А это может в 26-м, в 2026-м, может даже в этом году. Потому что лава и нагревание идет очень быстро. Если она подойдет в Марианское впадине, там организуется прорыв, взрыв, который по оценке этих исследователей будет равен несколько тысяч всего запасов ядерного оружия у всех стран. Во столько раз он будет превосходить этот взрыв. Если он произойдет ночью, то Земля, сдвинувшись с орбиты, устремится к Солнцу. А если с днем, то и с Солнечной системой. И у него уже будет достаточно энергии, чтобы покинуть не только свою орбиту, но, может быть, даже Солнечную систему. В любом случае, нам ни первый, ни второй вариант не приемлем. И чтобы вот этого не произошло, было предложено компенсировать вот эту 7-герцовую частоту каждый час, погружаясь в медитацию, ну или проще и лучше сказать обнуление своих эмоций, мыслей. Но перед этим обязательно настроиться на положительные события, эмоции, которые были у нас в жизни. Если каждый человек в течение 10 минут каждый час будет проделать эту операцию, то это может повлиять на ситуацию и, в общем-то, упредит разогревание и упредит гибель нашей планеты. А у нас ведь, поскольку люди спят, этот вариант и не предвидится, к сожалению. Поэтому, в общем-то, можем уповать на помощь тех же самых плеятся. Плеятся, но у них там много звезд. Плеят, там больше тысячи цивилизаций только, даже еще больше. Это тысячи, которые подобны нам. вот, они будут прилетать сюда и, в общем-то, будут предлагать лететь. Но, если это плеяды, то можно, в принципе, к ним лететь. Но, дело в том, что они, если вот с этих больших девяти звезд, ярких самых, вот туда лучше не лететь. Но, там есть еще много карликов, карликовых звезд, коричневый карлик, туда тоже не стоит лететь. Лететь стоит туда, где, в общем-то, солнце подобно нашим. Потому, что даже вот изменения, когда человек переезжает в другое полушарие, ну, из северного южа у нас, много сейчас людей эмигрировало. Продолжительность жизни у них сокращается, заметно сокращается. То есть, небольшие даже изменения в магнитном поле, то приводит к таким вот плачевным результатам. А там меняется ритм. На этих больших белых звездах, да, там получаются большие орбиты, и год, он 365, он намного больше. А это ритм. И ритм, который нам не сродцами. Понятно, если захочешь жить, то полетишь туда, но лучше сразу определяться со звездой, куда мы можем перебраться. Там, где, в принципе, у нас на продолжительность жизни не очень повлияет. Поэтому надо всегда, когда нас будут приглашать на корабль, интересоваться, какая планета, какая звезда, какие условия, вот эти моменты смотреть. Понятно, что сейчас нас там несколько сотен человек всего, но для того, чтобы восстановить цивилизацию, понятно, что нужно хотя бы с десяток тысяч человек. но дело в том, что у нас же условия, что дети, они автоматически включаются в эту космическую коалицию, поэтому эти несколько сот человек могут вырасти сразу до нескольких тысяч. Почему десять тысяч? Ну, потому что для того, чтобы воссоздать цивилизацию, надо хотя бы десять тысяч человек с разными специальностями, с разными знаниями и возможностями, которые могут восстановить цивилизацию опять. Но большинство выглядит как мы. Вот у них есть еще да, вот, там есть высокие тоже, как вот были Атланта, Атланта же до шести метров доходили ростом четыре-шесть метров, но у них есть вот слоноподобные, вот Шива, например, да, Ганиш, вот, они же слоноподобные, и они сплеят, и они здесь живут у нас, внутри Земли до сих пор. Но это, в принципе, наши союзники, но они всегда были союзниками, потому что они тот же нового, Ганималом сейчас называют, да, он уже разгромил Римской империи, поэтому его, в общем-то, и прозвали Людоедом. Но есть и другого, конечно, плана люди, но Плееды, они название-то получили не от того, что они плывут, как некоторые предполагают исследователи, а от того, что это племя, это наше племя. Ну, у нас вообще в космосе в основном перевоплощаются те, кто просто бессмертие принял, вот, они очень строго следят за рождаемостью, то есть рождаемость не должна превышать смертность. Вот, такая форма бессмертия не трогается. У нас же почему апокалипсис случился? Апокалипсис произошел из-за того, что у нас в общем-то была рождаемость и бессмертие. Это вызвало экспансию нашей цивилизации. Почему вот прияды мы там заселили, это же наши люди. Тот же Артур, там тоже наша цивилизация присутствует. Но они не только в галактике, они во Вселенной и в космосе. Ну, а космос, еще раз напомню, это много Вселенных. Это все параллельные Вселенные. То есть, это огромная структура космоса. Но это еще не предел, там еще есть свет. А свет это когда много параллельных космосов. Но это тоже не предел. Общее это все имеет название мироздание. Ну, мы, в принципе, почему были повелителями Вселенной в ведах написано. Потому что Вселенная это космос, много Вселенной. Но там, где космос, там, в принципе, и свет. Ну, понятно, что там другие совсем условия, и общение возможно только между подобными взаимодействиями. Ну, там, эти космосы, они уже очень слишком на нас не похожи. Ну, то есть, разные Вселенные, в принципе, там могут сохраняться наши физические условия. Ну, и поэтому мы с ними взаимодействовали. И почему у нас главное чудо света Логос был построен именно для управления Вселенными. Ну, и из-за того, что мы претендовали на эту роль, из-за того, что у нас сохранялось, ну, нельзя сказать, что неудержимое, но размножение людей продолжалось, поэтому был нанесен апокалипсис, удар, который, в общем-то, уничтожил только у нас около 40 планет Солнечной системе. Многие цивилизации нашей галактики, земные цивилизации тоже были уничтожены, а некоторые полностью. Но поскольку Земля была центром Вселенной, именно потому, что это был центр культурный, и здесь жила вот эта первая наша цивилизация, Екатанхейров, которая, в общем-то, и создала вот эти семь чудес света, но свет это не то, что китайская стена, там, пирамиды, сады семирамиды, а як александрийские, что это якобы чудеса света, это свет, это больше, чем космос, поэтому такие строения, стена, там, или еще не могут быть чудом света, это обычные архитектурные строения, поэтому, в общем-то, чудеса света совсем, конечно, трудно. Помимо Логоса есть еще транспортная система Земли, остатки ее в виде пирамид, но потом сама Земля тоже обладает транспортной системой, способной перемещаться между мирами, и такие перемещения до сих пор происходят, например, в 12-м году, когда, в общем-то, исчезло более 100 звезд на небе, то есть мы попали в другую галактику, вот, и у нас изменились параметры атомов и дорода, у нас потекла частота Шумана начала увеличиваться, но и другие моменты, которые свидетельствуют, что эта система транспортная до сих пор действует. Ну, а то, что, в общем-то, наши эмоции действуют на природу, об этом говорил в свое время и Рериш, и Мохандуз Ганди, и даже Леш Толстой, потому что когда возникала война или военный конфликт, на земле всегда происходили землетрясения, что Первая мировая война, в общем-то, разразилась землетрясением, цена, бывают, Европа, Молдавия, трясло всю Европу от самых ее разных границ. Даже Америку трясло, когда Вторая мировая война разразилась, тоже трясло. А это все эмоции страха. А у нас же, смотрите, страх же, он нарастает, у нас сейчас не отданные кредиты, страх за то, что у тебя водятся работы и не на чем будут жить. Страх то, что тебя разорят рейдеры или ракетеры или еще кто-то. Это и привело к тому, что у нас, например, никогда не было вот этих вертикальных ветров. Тот же смерч, он, в принципе, не вертикальный, но он имеет обычно форму дуги. Но сейчас появляется когда вот эти солитоны сливаются между собой и складываются, как пирамидки детские вот эти с колец, когда складываются. Вот, они достигают стратосферы и мезосферы где минус 100 градусов. и вот этот ветер он приводит к тому, что животное, человек попадает в этот вишн, моментально превращается в сосуль. Раньше такие явления, вот эти смерчи, были описаны только в Америке и в Северной Америке. В основном тоже бывало, а сейчас у нас в Сибири такие явления стали проявляться, в Казахстане тоже такие явления проявлялись. Ну, то есть в той местности, где, в принципе, раньше таких эмоций не было, а они сейчас появились, поэтому такие явления произошли. То есть мы можем взять ему погоду на климат именно своими эмоциями. Именно на этом принципе, в общем-то, действованы вот эти влияния. Ну, то же самое вот Перхарбок, да, японцы разгромили и американцы решили, дать отпор. Послали эскадру к берегам Японии. Весь народ Японии выжил в одно время, послал проклятие на головы этой эскадры. Случился шторм, эскадра раскидала, часть корабля была затоплена, ну, и эскадра вернулась обратно в Америку. То есть влияние на лицо именно человеческих эмоций, на события, на климат, на погоду, то все связано в природе. Просто так ничего не бывает, оно все чем-то определено. В данном случае нашими эмоциями. И наши же эмоции могут эту ситуацию выправить. да. Да. Вот начало часа, оно всегда важно, потому что это покров какого-то Бога раньше был. поэтому мы когда начинаем медитировать, ну, в данном случае просто обновляемся, но настраиваемся на положительное. Мы фактически вот эти солитоны разрушаем, разрушаем своими положительными эмоциями, они потому что высокочастотные, а высокочастотные, они вот вращение это могут ликвидировать. Они могут тоже закручиваться, но если это делать все на север, да, то они не будут закручиваться, высокая частота, она будет нейтрализовать. И человеку достаточно, не все 24 часа, конечно, делать эту медитацию, но хотя бы два-три там раза в день, когда есть время свободно сделать. Поскольку это все общее, да, будут складываться, мы будем уносить свой репт. в данном случае имеются в виду те события, которые уже прошли положительно, которые вызвали у нас соответствующую эмоцию. Надо вспомнить саму эмоцию. Если вы думаете о квартире, о заработке или еще о чем-то, оно в принципе, конечно, чуть более повыше, чем та же самая эмоция страха, но она все равно не на стуле высока, как уже происшедшие события положительные, там, рождение ребенка, ну, которое приносит действительности истинную радость, или когда у вас там получилась та же самая сделка удачная, или еще там что-то, которое вызвало эмоцию радости, подъема, необычайного, вот надо вот эти эмоции ловить, тогда мы можем в общем-то разрушить все эти солитоны страха, потому что видите, когда вот почему это все связано, когда, ну, вот если вы были на землетрясениях, перед землетрясением, во-первых, такой жуткий гул начинает гудеть, во-вторых, земля через какое-то время начинает как волны идти, как на море, и потом уже начинает все рушиться, эти как раз вот вещи, ну, обратный эффект, то есть мы накачали землю страхом, земля ответила землетрясением, и тоже страхом, потому что люди в момент землетрясения чувствуют этот страх, он возвращается, но там он копился маленькими порциями, а возвращается то в путь здоров какими порциями, но прецессия, да, но это вызвано другой причиной, это вызвано тем, что люди стали молиться, ну, мусульмане, например, стали молиться на Мекку, на Кабу, где находится мавзолей Магомета, ну, ка об этом возле Магомета, просто сейчас об этом мусульмане не знают, но знают, вернее, слышали, может быть, что Магомет обещал вернуться перед тем, как умереть, вот, евреи молятся на стену плача, но их немного, но эти христиане, они молятся, ну, то, что гораздо там не определено, тоже попадают и на сторону, где икабы, и люди обестина плача. Дело в том, что вот египетские жрецы, они говорят о том, что ось формируется сейчас специально в районе Мифлеема, Иерусалима и Мекки, треугольник, ну, как раз они в одном месте все находятся, и поэтому раньше все молились на север, поэтому ось была стабильна, а сейчас стали молиться на вот этот треугольник, и поэтому Земля приобрела прицессию, ось болтается, поэтому у нас так холодно, то жарко, потом солнце тоже многие отмечают, что восходит странно, не на востоке, как всегда, оно и на юге иногда восходит, но это все прицессии. И не 200-300 километров, как нам говорят, там уже сотни километров, но это тоже человеческий фактор, это тоже влияние на геологию, на летосферу нашей планеты, опять же, это же эмоции, когда мы молимся, тем более высокие эмоции, потому что моление, но это если мы молимся правильно, потому что у нас же в основном это все религии, они на попрошайничестве основаны, а богов ведь нет бесконечных возможностей, поэтому боги, они перестают помогать нам, в конце концов, и наши боги, и наши конфессии уже тоже давно не помогают, потому что вот в древе православие там славили богов, славили богов, боги помогали, специально был один день благоденствия, когда давались блага богами людям, всем, а до этого у нас были дни, день это дань, а дата, праздничная дата, это отдать, боги отдавали, поэтому у нас два понятия дата и день сохранились, как сказано в той же библии, щите и обрещете, если есть такая цель, познакомиться с жильцом поближе, если хотите попасть в локарь, сейчас свободный прием делать нельзя ни в коем случае, вообще никто земли не спасется, потому что мы все будут вступать те, которые считаются в космосе в определении неразумными, у нас ведь неразумность, она же сейчас в фаворе, и чем неразумнее человек, тем он лучше может подняться, чем он лучше там присмыкается, прислуживает, понятно, таких людей тащит наверх, у нас все на голову поставлено. Здравствуйте, уважаемый Владимир Алексеевич, здравствуйте, уважаемая группа, Владимир Алексеевич, если можно, два небольших вопроса задам я, скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, благодарю, если можно, в тему канала задам вопрос, потому что задавал вам его раньше, ну, примерно этот вопрос, но еще не все понятно. Вот скажите, пожалуйста, как вы можете сказать, если человек входит в состояние автономии, когда он уже не кушает и не пьет, означает ли это уже бессмертие или это еще удлинение жизни там до 150, 200, 250 лет? И если это еще не бессмертие, то нужно ли автономам доходить до состояния, когда они уже не дышат, то есть питаются чистым светом, и это уже тогда означает бессмертие, и здесь какая стадия нужна, то ли в состоянии медитации, кратковременно вы там не дышите, подпитываетесь из источника, либо уже надо переходить как бы, ну, 24 часа в сутки, что вы можете не дышать, будучи в этом состоянии, ну, то есть это как по классификации вед, это нервикальпасамадхи, полное единство с абсолютом. Дело в том, что вот желудочно-кишечный тракт нам дан, в общем-то, от нашей эволюции, и полностью от него отказываться нельзя, даже если вы переходите на полную автономию, периодически этот тракт пищевой надо запускать, чтобы он не атрофировался, потому что у некоторых он атрофирован в реальности, инопланетных раз. Могу привести такой пример, что человек попал на необитаемый остров в результате кораблекрушения, который очень хорошо обдувался со всех строн ветрами, и там не было ни одного растения, были одни камни. Он пробовал на этом острове пять лет, это индийский случай, в книжке чудеса Индии. И он, значит, питался камнями, то есть, ну, понятно, что воду он брал с дождей, вырвал там специальные ямки, и накапливалась водой, и он пил, и потом камни он жевал, нацесал, и в конце концов, в общем-то, он выжил, пять лет он ждал, когда его заберут, его забрали. В то же время, если человек, ну, просто не ест, вот он ел-ел, то раз перестает есть, обычно это кончается очень плачевно, даже если он там под наблюдением врачей, там, значит, сидят все время за его давлением, состоянием, но он все равно в конце концов умирает. От самого голода вроде как нет, но от последствий голодовки они, в общем-то, смертельно опасны. Поэтому здесь нужно находить середину в какой-то степени и мочь есть, ну, хотя бы периодически и в то же время не есть, чтобы у нас именно был совсем другой обмен веществ. совсем другое потребление того же света. У нас ведь уже когда-то были световые тела, и человек был светоносный. Это вот как раз гикотангеры, но в какой-то степени титаны, они тоже, даже сейчас кто их наблюдает, в общем-то, говорит о том, что это стол света с человеческим контуром, да, но в то же время мы хоть и различаем, что это человек, но в то же время это яркий свет. Хотя вот уже атлантов, если смотреть, у атлантов фотографии много сохранилось, то есть они жили в XII веке, вот, не буду говорить, что они сейчас живут, потому что за ними тоже идет охота. Они уже не светятся, то есть вот последние цивилизации у нас, были какие цивилизации, гикотангеры, потом были титаны, потом исполины, атланты, пятая цивилизация, то есть шло падение давления на нашей планете и уменьшение, соответственно, роста из-за этого. В Японии сохранилось такое искусство бонзай. Они выращивают деревья под куполом, прозрачный купол, из-под которого выкачан воздух, и поэтому деревья, березы, дубы, они вырастают как трава. То есть там маленькое давление, и поэтому рост уменьшается. Ну и вот те вот маленькие народы, которые древние, но они имеют маленький рост, они жили на американских категориях, те же гоблины. Почему слово воздухоплавание имеет смысл, что мы могли не просто там летать на дирижаблях, самолетах, но сами могли летать, потому что было мощное давление. сейчас вот есть операцион, который реализуется тем, что там мощные витераторы создают поток, и человек может на этом потоке лежать, может плавать. ну, там без потока просто было давление, вот это воздухоплавание. Но если говорить все-таки о возможности питаться разными источниками энергии, да, то это наиболее, так сказать, правильный путь, потому что один из критериев прогресса говорит об универсализации вида. То есть чем больше функций у вида, тем он возможно более устойчив в развитии. И теорема Клода Шинона Эшбе говорит, что чем система разнообразнее, тем она устойчивее. Поэтому нельзя зацикливаться на чем-то одном. Надо обязательно все варианты использовать, какие только возможны. Не ущерб тот ген. Если он при этом иногда будет есть, то нет. А если все время, понятно, что у нас же, понимаете, функция кишечника, она до сих пор вся не изучена. Помимо того, что кишечник может все синтезировать, создавать, раньше ведь он создавал разные виды тех же растений, тех же самых животных. У него это тоже функция сейчас атрофирована, потому что все это перешли на пищу, которая не только нас питает, но она еще нас сильно травит. Это и вареная пища, это всякие добавки, консерванты, вот та же самая натрий-хлор. Нам же натрий-хлор еще так, и ею заменили калий-хлор. Вот калий-хлор ведь он же не убивает живое. Если мы сыпем калий-хлор растениям, они растут. А если натрий-хлор посыпем, они умирают. У нас главная причина, одна из основных причин это натрий-хлор. А калий-хлор у нас сейчас нигде не выпускает. Если еще в годы советской власти, там можно было его купить. Именно чистый. Сейчас даже продают он, он все равно горький калий-хлор из-за того, что там магний присутствует. Ну и потом не только от создания видов, тех же самых кристаллов, как этот товарищ. То есть можно на что угодно настроить наш кишечник. И не только там энергию эфира или света или еще какую-то использовать. Видов энергии очень много. Чем больше мы можем их использовать, тем больше шансов жить в разных условиях. У нас те же самые ангелы, про которых открыто не говорят наши космонавты, но в колорах поговаривают, что их встречали в космосе. Ну то есть на высоте 300 километров, 400 километров, где в принципе уже давление нуль, температура близка к абсолютному нулю, это минус 200 так с лишним, ну 273 точнее, ну такой нету температуры, у нас все равно она выше абсолютного нуля. Их не разрывает этих ангелов, тем не менее живут в этом, летают, заглядыв в иллюминаторы, космонавты, ну и тоже у них очень большой рост по сравнению с нами до остатки предыдущих цивилизаций. Если мы попадем в космос, нас просто разорвет очень крепкий организм, крепкая кожа. То есть универсализация это основной критерий прогресса. Ну и один из основных их много в действительности. Да, если можно, задам вопрос. Владимир Алексеевич, большое спасибо. Вы знаете, я тоже думал, что полностью прекращать функцию кишечника может быть нецелесообразно. Возможно, в автономии достаточно дойти до стадии, когда вы или раз в две недели, или раз в месяц какой-то огурчик или 100 грамм сока свежевыжатого выпиваете. как бы вы, я так понимаю, и не вылетаете из состояния автономии, и кишечная система продолжает работать. Если можно, я задам второй вопрос. Он касается тоже темы питания и той схемы питания Магомета, о которой вы рассказывали. 4-2, то есть 4 кушаем, 2 не кушаем, без воды, как вы говорили, это приводит к тому, что человек, тело может регенерироваться и начинает жить вечно. Скажите, пожалуйста, сколько может пройти времени? Вот я сейчас, например, практикую 5-2, то есть 5 ем, 2 не ем, на воде или на сухую, это достаточно легко. Ну, примерно год я хочу так сделать, чтобы потом перейти на 4-2. Через сколько человек, он как бы на 4-2, он почувствует, что тело начало регенерироваться? Или это зависит от тех сроков, когда печень полностью очистилась и начинает выделять тот гормон, о котором вы говорили. И вы говорили, что у вас есть опытная группа, 200, 150, 200 человек, которые эту схему питания уже практикуют, но если можно, есть какие-то там результаты, если можно что-то рассказать про них? Все, я задал. Но не у всех эта система приводит к положительным результатам. Дело в том, что у нас же все равно питание очень сильно изменено по сравнению с питанием, которое было в период, когда жил Магомед. Потому что ну, здесь, хотя бы этих же сыроедов, у них, в общем-то, дефицит белка все время ощущается. Они же вроде сыроеда еле таскают ноги, энергии не хватает. Но с одной стороны это вроде как запущенность кишечника, недоочищенность его. А с другой стороны утрачивание, утрата вот этих синтетических способностей кишечника. Потому что к кишечнике может синтезироваться любое вещество, любой гормон, любой фермент. и если у нас возникал какой-то дефицит каких-то веществ в организме, кишечник это быстро восполнял. И кишечник, он может даже синтезировать недостающие элементы, такие как сера, например, тоже селен, тех элементов, которые у нас хронически не хватают. йод тот же самый, цинк, магний, вот с ними у нас проблема всегда. Но у нас даже с кальцием проблема, потому что вода у нас кальцинированная, кальций этот не усваивается, и более того, он отлагается у нас в сосудах, вызывает закальцинирование, мы, соответственно, ломкость, прозрачность, так сказать, потому что через такой сосуд кровь спокойно вытекает и вызывает такую болезнь, как стена корния. Благодарю вас, спасибо большое. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Позвольте вопрос не по теме, но это для меня очень важный, нужный, животрепещущий вопрос, и я думаю, что, скорее всего, мне на него ответите только вы. Когда-то, давно-недавно, может быть, не так уж и совсем давно-недавно существовала такая планета, как Фаэтон. Пятое по счёту. И всё было замечательно, но в какой-то момент что-то пошло не так, и планета погибла. Расскажите, пожалуйста, что знаете по этой теме, может быть, у вас есть какие-нибудь источники, где можно это почитать, с кем-то связаться, может быть, какие-то есть книги на этот счёт, но вообще очень мало информации. Я помню, что в какой-то лекции краем-краем аккуратненько вы касались этой темы. Позвольте полюбопытствовать. Заранее благодарю. гибель Фаэтона произошла как раз во время апокалипсиса, когда у нас погибло множество планет. То есть у нас ведь, смотрите, вот семь колец у Сатурна, да, каждое кольцо это погибшая планета. И вот эти астероиды, куски от погибшей планеты, от разорванной планеты, они образуют такое кольцо. Вокруг нашей Земли тоже есть два таких пояса. Один на высоте 22 тысячи километров. Это остатки черной луны, так называемые. На высоте 22 тысячи километров находятся. И там сейчас очень сильный радиоактивный слой, прохождение которого вызывает в общем-то лучевую болезнь космонавтов, если они его проходят. Вот практически смертельная радиация. Но если быстро пройти, то в общем-то можно остаться живым. Вот второй слой 280 тысяч километров. Там у нас находилась Леля. Ну или Лилит сейчас ее называют в астрологии. Но это Леля, потому что с нее остался народ Леля, который сейчас живет тоже как цыгане, когда называешь цыганами, они обижаются. Они не смешивают себя с цыганами. Это именно народ, который вынужден был перекочевать на Землю, когда была разбита, взорвана тоже эта Земля. Файтон, там от него осталась только Церера, но там их больше планет, но только Церера нашли. говорят там астероиды, астероиды иногда рисуют как какие-то глыбы, но там есть среди них и Луны, такие же как у нас Луна. Вокруг Юпитера тоже еще четыре кольца, вокруг Урана 11 колец, это все погибшие планеты. Их взорвали, потому что у нас все планеты были обитаемы в свое время. То, что там Солнца мало, но это как бы не показатель, что там нельзя жить. У нас, например, на Европе это спутник Юпитера, там же океан в принципе воды, хоть он покрыт льдом, но подо льдом вполне возможно существует жизнь, как предполагают многие исследователи, но она и была в принципе там раньше. На том же Марсе находят вот так называемые трубы, ну как трубопроводы, да, в которых тоже, ну это как дорога между полисами, которые в принципе остались. Вообще на Марсе многие находят вещи, которые стараются не сообщать. Те же, например, железнодорожные пути найдены, станции железнодорожные. Вот это говорит о том, что Марс в принципе развивался так же, как и Земля. У нас в XI веке железнодорожный транспорт возникал в Марсе так же. И это говорит о том, что без сферы Марса погибло совсем недавно, как раз 19-20 век. А если знать точно, то это 1956 год, потому что именно в это время были замечены голубые вспышки на Марсе. То есть Марс бомбили ядерными бомбами. Голубая вспышка это ядерный взрыв, потом, правда, красный становится темным от подъема пыли. Но перед этим все равно голубая вспышка. Ифаэтон, он тоже погиб. Его тоже разбобили. То есть еще была у нас планета Иридан. То есть остаток комет это тоже значит бывшая планета. Она из-за льда состояла. У нас все гиганты они холодные и там много льда может быть. Поэтому если ну можно все конечно тут перечислять какая там какие условия. Ну можно только единственное еще отметить, что жители этих планет, когда они вернулись опять на Землю, их легко в принципе определить. У них темный цвет кожи. Те же майя например. Майя народность от марсианская. Потому что чем дальше от солнца, тем больше ежедней наша кожа поглощает цветовые лучи за счет образования меланина. Меланин придает цвет темной коже. поэтому есть очень черные люди, которые с дальних вот этих ну там Сатурн, Бран, тут у них на том уровне цвет действительности у людей темный. Они вернулись сюда, когда их планеты были разгромлены, уничтожены. Хотя говорят, что у нас Африка колыбель человечества, что все от Африки пошло. Ну это свист художественный. Все пошло от земли, от земля, от белых людей. Они покоряли все вот эти планеты. Ну а потом, когда вот это случился апокалипсис, ну пришлось вернуться опять на землю. Владимир Алексеевич, добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня некоторая противоречия возникает идеологически, даже, ну такая абстрактная, конечно. Но суть такая. Вот есть конец времен сейчас, вроде бы, как, некая кульминация существования, жизнь каждого из земли, может быть, и как бы, ну такая вода злободневности, что-либо. И в то же время есть на другой чаше весов, идея неубиенной души, реинкарнации, и вот покоя, как бы, и вот как это совместить, и эта идея, она сглаживает трагизм момента. Вот, и в этом плане у меня некая даже противоречие, но такое более философское, абстрактное. Разрешимо ли оно? Да, конечно, очень просто. Дело в том, что идея неучтожимости души это фейк. Нас специально выращивают сейчас на земле для того, чтобы использовать на головах, потому что душа, она купит энергию отрицательную. И нас здесь на земле, у нас переплощение сейчас зажвачено, иноземцами контролируют перевоплощение. То есть, если человек делал много гадостей в этой жизни, его специально перевоплощают, чтобы он отработал это. То есть, еще больше страдало. Страдание, оно дает как раз мощную энергию. Одна душа может стоить ни одной атомной бомбы. Такую энергию она накапливает. разрушение. А у нас Гавахман сейчас один из основных источников расчета между цивилизациями. Поэтому поскольку захватили, нас на это и выращивают. Я не удивлюсь, когда узнаю, что многие цивилизации эксплуатируют подобно в нашей земле тоже цивилизацию для того, чтобы получать этот Гавах, вырабатывать, чтобы он вырабатывался, этот Гавах, но и для того, чтобы самим развиваться. Понятно, что есть положительная энергия, но она не дает, во-первых, вот этой разрушительной энергии. Гаваха — это разрушительная энергия, поэтому она построена настрадания. И души, которые уже созрели, так сказать, для эксплуатации на Гавах, их же используют, ну, как там, вываривают души, да, там это ведь не выдумка наших богословов, это реально, то есть реально вываривают душу, ну, Саша, можно сказать, получают этот Гавах. Поэтому люди, когда узнают на том свете, что их будут варить, они бегут, пытаются воплотиться в кого угодно, в животных, в деревьях, в насекомых, да, мы же находим тех же пауков, у них на горюшке человеческий лик, или, допустим, дерево, которое имеет полностью фигуру человека, или также мадригора, это растение, в которых мадригор, как правило, корни все напоминают человеку, это то растение, в которое проще всего воплотиться. Ну, сейчас, когда душа попадает на тот свет, встречается светящее доброе существо, это обманка. Обманка сразу начинается. Человек пока разберется, он уже может попасть на этот Гавах. поэтому вот у нас эта карма, которая введена, ее специально ввели для того, чтобы люди, ну, у нас была карма раньше, да, то есть человек совершил что-то, какой-то неприглядный поступок, сразу за него получил, а сейчас он может делать, что хочешь, наказание в той жизни следующей, а в следующей жизни он там может ослепнуть, оглохнуть, он может родиться без рук, без ног, или сразу и ни рук, ни ног нету. Это все наказания идут, наказания, которые человек должен отработать и приобрести еще больше страдания за то, что вот у него нету, ну, какие-то там уродства в теле получились. У нас много, ну, не так много, но рождаются такие люди. Особенно, когда вот он убил много людей, может приходиться столько раз и воплотиться и умереть там в следующей жизни неожиданно. Ну, или ожиданно его должно убить тоже. Для того, чтобы, опять же, страданий этих накопилось побольше человека. Ну, и самых таких жирных их особенно за ними смотрят. Позвольте вопрос вдогонку, а вот те вещества, выходящие из страданий, так называемые Будды, Бодхисаттвы. Не могли бы прокомментировать, что это или кто это? Ну, такие есть, конечно, которые выходят из колеса сансары. Вот, но дело в том, что во-первых, бессмертие, а во-вторых, это возможно, это реально. но не отрабатывание, оно все равно предполагает, ну, когда человек совершил какой-то неблаговидный проступок, его можно отработать подвигом. То есть, у нас подвиг, он тоже поощрялся. Поощрялся тем, что, в общем-то, не случалось доказание. И вот если они, в общем-то, если у них были в прошлых жизнях какие-то поступки, все равно должны совершать эти подвиги. Но подвиг, это как, что значит? Может быть, это раздарить или подарить там какие-то накопления, которые для него не важны. То есть, подвиг надо совершить над собой, преодолеть себя, отдать все это. Или там, допустим, спасти там кого-то. Но то есть, это все равно должно быть благовидное дело. Это не важно, что вы спасли там ворону или человека. Это все равно считается подвигом. То есть, это служение в какой-то степени. Так что, здесь противоречий нет. Просто здесь вот эта система нашего захвата, она привела к тому, что им помимо вот этих бодхисаттв, значит, еще крутится вот это производство галаха. Сейчас слышно меня? Подменяли роли, хотел бы, по поводу библейских ролей, что с луны наши предки, они пришли здесь на землю, чтобы спасти наш род человеческий, и эти наши предки, они... Вот смотрите насчет того, что демоны там наши предки, но в действительности у нас произошла перестановка, сейчас мы гримангелы, это хорошо, а демоны это плохо, но в реальности демоны вообще, да, второй кон, а ангелы это пришло к нам, но они у нас сейчас играют положительную роль, переставлено, потому что ангелы в действительности выполняли роль именно наших поработителей, а даймоны как раз этому сопротивлялись, но сейчас даймоны у нас ангелы, а ангелы у нас даймоны, демоны. наоборот. Что касается доброты сатаны, сатана вообще, он из косогов, косоги это наши тоже завоеватели, один из крестовых походов, который был осуществлен на землю, у нас 19, официально 19 было походов, да, это разные виды космических завоевателей, которые прибыли сюда на землю и здесь творили безобразие. Вот поскольку воины были магические, да, мы можем сейчас смотреть, вот копыта, например, у коров, у лошадей, копыта, у коз, вот козы это как раз превращенные косоги, но сами вот косоги, да, у них копыта, на ногах, а на руках у них нет копыт, и вот копыта, почему наши предки превращали в копытных, но это как раз те, которые издевались над нашими предками, вот им делали копыта, кто не издевался, да, вот им копыт не делали, ну вот бычеглавы, которые сейчас у нас коровами стали, да, вот им сделали копыта, потому что у нас ведь с ними, ну, большие были разборы, вот их возглавлял как раз говинда, говинда, ну вот сейчас от слова говядина от него идет, и то, что там вот кровать, это тоже с коровой связано, это устройство для пыток в реальности, мы сейчас говорим не постель, а кровать, ну, для того, чтобы думать опять об этих пытках, мы вот сейчас говорим не перегородка, а стена, а стена от слова стенать, это плакать, там называть о помощи, кричать и прочее, и у нас вот таких вот подмен, да, очень много в русском языке произошло, но у нас же 90% русского языка слов поменяли, свой смысл, и, как правило, этот смысл отрицательный, у нас же описательный язык был, а не отрицательный, а сейчас вот этих вот эмоций отрицательных, их же много, там больше трех десятков в русском языке только, сохранилось, а положительных практически нет, ну, есть там радость, да, ну, и разные названия этой радости, там, типа восторг, там, или еще какие-то слова, вот, ну, и все, пожалуй, и, в общем-то, получилось, что сатана, его же рисуют с рогами, с хвостом и с копытами, это типичные принципы косок, но у нас помимо косоков еще так называемые деволосы, которых еще до нее Андреев писал, но это люди-безьяны, анты, ну, нельзя сказать, что они добрые, но, в принципе, они нейтральные к нам, тем более у нас было породнение еще в свое время, как бы общая история это есть, но с косогами нет, но вот представители косогов возглавляют, ну, и потом, видите, мы же думаем, что параллельные цивилизации инопланетяне, они нас умнее, они все знают, они нас порядочнее, там, у нас много представлений, заблуждений о параллельных цивилизациях, то, что черти нас намного глупее, да, вот в русских сказках об этом хорошо, в общем-то, написано, но, правда, нам их не дают читать, тот же Крестовский, который собрал эти русские сказки, друг Пушкина два тома написал, не смог их опубликовать, они ходили в свое время в рукописях, ну, там вот ни одной сказки я не заметил, что они сейчас такие, там вот про песеглацов много, песеглацов еще бесами называли, потому что черти беса у нас сейчас одно и то же, а в действительности бес это вообще-то испорченный пес слово, но они все постарались приблизить к богам, поэтому бесами стали, а не песами, а в том, что буква Б у нас сначала богов, бога, боги, сейчас боги вообще бог, поэтому говорить о том, что он добрый, ну, можно сказать, что он добрый, да, может быть, он сразу тебя убьет и не будет мучить, как, допустим, было характерно для бычеглавов, бычеглавы сейчас стали травоядными, вообще, они тоже были хищные, соответственно, перетерпели эволюцию и ротовой полости зубных в частности пластинок и желудочно-кишечный тракт тоже перетерпел эволюцию удлинения и кишечника, и разделения желудка, чего, например, у нас не наблюдается, хотя мы тоже, вроде как, и травоядные были сомнительно насчет их доброты. Во всяком случае, тот факт, что они с нами не общаются, говорит о том, что они нас не считают за радостью. Ну, это так в реальности, но, с другой стороны, все же люди мазаны одним миром. Разные люди бывают. Ты очень слышно меня? Да. говорите. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, кто, есть ли кристаллические люди, кто они такие, есть ли они, живут ли они сейчас на Земле, какой у них энергообмен, как их определить? Спасибо. Конечно, есть. Но вы тоже кристаллический человек, потому что человек — это вообще жуткий кристалл. вообще все биологические объекты — это жуткие кристаллы. Вот. И если вы имеете в виду каменные люди, ну, тоже есть в том, что ноги уже специально окаменевают для того, чтобы вернуться опять в человеческий облик, когда ситуация на Земле изменится в лучшую сторону. целые пещеры окаменевших людей есть. Но это, ну, нельзя сказать, что захоронение, это хавина, можно сказать, такая, которая спрятала этих людей, окаменевших людей от остального мира, от влияния этого мира. Но они живут, процесс у них, конечно, остановлены все. Вот, если говорить о самих кристаллах, у них признаков жизни, ну, немного, но есть. Они могут размножаться, например, да, почкованием. Вот, они могут передвигаться, как, например, вот, в пустыне смерти, да, в Соединенных Штатах камни двигаются. Но это не только там. Они могут передвигаться. Ну, то есть, возможность движения и телепортации даже. То есть, какие-то возможности у них сохранить. Потому что кристаллы, которые упорядоченные, да, у них могут быть вообще божественные свойства. А если с ними работает человек, в совокупности человек и кристаллы, они могут достигать очень больших результатов. Для этого было целое таинство у нас. жили православие под названием Капи, которое, в общем-то, позволяло сливаться и человеческим возможностям, и возможностям кристаллов. Слушайте, меня слышно? Да. Владимир Алексеевич, у меня к вам будет два вопроса. Первый вопрос. Вы говорили про остатки планет, которые сейчас летают в виде астероидов, например, вокруг Юпитера. и про то, что с нашей Землёй может стать то же самое. В связи с этим у меня вопрос. Неужели можно с нашей Землёй что-то сделать, когда это был центр создания других планет, когда в ней есть логос? Вот такой вот вопрос. А второй вопрос, такой жизненный, так как очень большое количество людей просыпается именно сейчас, вот в недавние годы. если, допустим, принять сейчас какое-то имя древнеправославное, потом начать славить богов и делать все прочие атрибуты, делать, то куда денутся грехи, то, что в кавычках можно назвать грехами, которые остались вот от этой жизни. Например, такие страшные, допустим, вещи, как аборты у женщин. Что вот с этим делать? Как это исправить? И можно ли вообще это как-то исправить, чтобы всё-таки была надежда попасть в лог богов? Вот такие два вопроса. Ну, смотрите, грехи, они исправляются тоже подвигами. Если женщина сделала аборт, ну, значит, она должна вытащить двух человек с того света, то есть родить двух детишек. Если, конечно, у неё там 30 или ну, у них вообще запредельное количество. Понятно, что за всю жизнь столько не родишь при наших условиях. Ну, попытаться хоть как-то отработать. Вот что касается, значит, логоса, да, ну, вообще наших всех чудес света и созданных нашими предками, призваны были помогать нам человечеству. Ну, пока люди, понятно, что обходятся без них, но они и не знают об этих чудесах. Ну, зато знают те, которые находятся у нас, внутри земли, цивилизации. Их сейчас там, говорят, 27. Ну, может быть, бывшие завоеватели планеты, наши тоже цивилизации, которые туда ушли, знаю, и атланты, и те же нордики, хотя они, как мы, но это, в принципе, у нас же, когда государство разрушается, от нее остается структура типа охранки, там, КГБ или НКВД, которых, в общем-то, сосредоточены знания, которые могут защищаться и могут, в общем-то, сохранять цивилизацию. И еще я хотела бы во втором вопросе немножко уточнить. Вы сказали, можно, допустим, родить большее количество детей. А можно ли, например, взять ребенка из детского дома? Да, или так. Помочь, в общем-то, и воспитать, и вырастить чужого ребенка. Спасибо. А первый? То есть, неужели могут разрушить такое вот высокое? Ну, видите, цивилизации ведь рождаются и гибнут. Вот особенно мы, как бы, являлись, ну, в принципе, и являемся прожидителями множества цивилизаций. Мы не одну цивилизацию родили. И те, которые погибли. Сейчас вот, по словам самих инопланетян, около тысячи цивилизаций находятся у нас, в галактике, нашей цивилизации, но которые опущены, как и мы. И, в общем-то, хотя и рассматриваются вопросы признания разумных, да, но идет же очень большое сопротивление этому. Вот даже, судя по нашей цивилизации, у нас же плодят всяких там метисов, это смесь с разными значит, цивилизациями. Ведь, кто нападал на нас, они ведь не отличаются особым умом. Вот, они как раз разрушители, и с ними, когда скрещиваются люди, они вроде на людей похожи, но внутренность все равно инопланетная, они все равно ненавидят людей по определению. Поэтому у нас есть хорошие корни для прорастания фашизма. фашизм это человеконенавистническая идеология, она не наша. У нас, наоборот, человеколюбие, и в принципе религии, которые сейчас существуют, они хоть и могут действовать там вопреки этому принципу человеколюбия, но провозглашает все равно человеколюбие. И это людям близко, но не людям. Они, конечно, в облике людей, но по сути нелюбимы. Вот она им, конечно, эта идеология человеколюбия претит. Поэтому уничтожать вот когда существо ненавистническое вот этой идеологии, это нормально. Убрать цивилизацию, которая ненавидит всех. И потом ведь, как правило, цивилизация сама по себе ниже объединяется. И вот разрушительная цивилизация они объединены практически все. И вообще так представляет внушительную силу даже для созидательных цивилизаций. Но у нас, во-первых, многоуровневая система, да, то есть цивилизации, которые находятся на одном уровне, но как нам туда нельзя, мы не там. Но эти, которые разрушают, захватывают, порабощают, как бы самый первый уровень, мы даже его не прошли. А есть вот те создательные цивилизации, которые, они не общаются с этими разрушителями и с теми, кто им противостоит, но не имеет той силы, которую следующий уровень уже имеет. Но на нашем уровне рождения и цивилизации это обычные дела. Поэтому уничтожение человечества это не такая проблема для них и не такая потеря. Это нам кажется, что мы когда были на уровне повелителей вселенных, нас легко уничтожат или поработят еще больше. Высадка, которая сейчас намечена и о которой предупреждала Елизавета, Ангельская королева и директор НАСА, это еще было 3 или 4 года назад. Королева вообще говорила 2 года. Директор НАСА Болдон, он говорил о 20-25 лет, годах. Но они же высадятся для того, чтобы нам помочь, то, что у нас поработить еще больше. И к этому идет все эти ковер-коды, вся эта слежка, пол, тотальный контроль. Но это все к тому, что в общем-то нас же и будут продолжать использовать и на ГАВАР, и на энзимы, и на органы, и на все остальное. Но будут побольше чуть-чуть давать возможности жить. Но от этого мы рабами не перестанем быть. раба, как вы знаете, его можно убить, продать, купить, ну, то есть обращаться как к вещью. Мы даже в паспорте у нас написано, чтобы рабы, потому что пишут все как бы прописными буквами одинаковыми, то есть у нас нет большой буквы в начале слова, которое в общем-то характеризует все живое. Мы находимся под Римской империей. Благодарю вас. Спасибо большое, очень точно все рассказали, очень понятен весь этот механизм. Благодарю. А вот скажите, а что, если вдруг все-таки случится самое ужасное, а что будет с богами, вот те, кто сейчас уже боги? у нас видите, у нас есть система богов в основном числа боги, числа боги, они его вселенной и в космосе одни и те же, цифры-то одни и те же. Разные системы счета, там двенадцатеричная система, восьмеричная, шестнадцатеричная, десятиричная, разная система, да, но в принципе одно и то же. У нас потому что, видите, были и цифры, сефиры и числа, но много было систем, потому что и помимо числа богов у нас были и запахи, боги, но они марками назывались, вот эти вот разные системы божественные, это марки, ну понятно, что это не почтовая марка, не марка, там предприятие, важно это понять, и поэтому его стараются всячески заболтать. разными новыми понятиями, ну как бал, например, да, бал, и это танцы, да, упаду, и бал, это оценка за знания, там, в школе, ну и там балы, всякие конкурсы, ну и прочее, вот, а в то время это звучащая мера, галипрославие, бал, это звучащая мера, вот, то есть тоже заболтывание идет, так вот, марок у нас несколько десятков, эта система открытая вообще, то есть божественные сущности, там, деревья, например, были богами, их назвали козилиями, ну и называют, хозяева местностей разных, вот, их якши называют, вот, это тоже божественная система, слова боги могут быть, тоже система, значит, звуки могут быть богами, тоже система марок, ну тоже марка своя, вот, так это все погибнет, но оно останется в космосе, в космосе это то же самое, то есть, там, хрона боги, числа боги, запаха боги, буква боги, все разные марки, конечно, жалко, что это погибнет, придется нарабатывать все снова. Благодарю вас, спасибо. Добрый вечер, Владимир Алексеевич, я хотел спросить, вот, что, может быть, этот катаклизм не случится, может быть, будут какие-то такие легкие катаклизмы, то есть, как ураганы, там, землетрясения, и все-таки эта лава не выйдет, то есть, есть и такой вариант, получается, что, ну, потому что вот эти вот все вот последние как бы происшествия, вот эти вот, даже вот эти вот спутники Илона Макса, которые там могут где-то позиционироваться, может, они уже все знают о том, что произойдет, и они как бы и готовятся к этому, как бы, как вы думаете? То есть, по-любому нам не рассказывают все, узнают. Я думаю, что они сами ошурашены этой информацией. Те же подземные цивилизации, которые блокировать смогли Йолстон, создав там большое магнитное поле. Там же жерло-то большое, там 70 на 50 километров, да. У нас нет таких технологий создать поле, чтобы там лава не двигался. Хотя там она уже подвинулась серьезно, там ведь вступить на эту землю нельзя. Там, во-первых, все сгорело, температура выше 100 градусов на поверхности Йолстонского, бывшего заповедника. Там сейчас заповедника нет, естественно, все выгорело, жерутные все ушли. А здесь ведь выльется магнитное поле, ну, как на Марсе. Там ведь все вылилось в конце концов. Марс представляет себя, в общем-то, последствия вулканической деятельности. Но там не только вулканическая, понятно, что она была спровоцирована взрывами ядерными. Вот, и, кстати говоря, эта Швабия как раз нанесла удар по Марсу. В свое время Марс нанес удар по Тартарии, да, то есть по Сибири, тоже ядерный удар. Но это была ответка со стороны Швабия. Ну, так говорят, может быть, это и не так, может быть, там все круче завершено. Я что услышал, то и передаю. Поэтому, в общем, не думаю, что сейчас мы сможем там, ну, мы можем, в принципе, противостоять всем этим именно катастрофическим вот, и свести только вот простым ураганом там можем. Ну, видите, люди-то ведь не просыпаются, и ожидался всплеск, а он погашен, он идет на расширение. поэтому, в общем-то, надо готовиться к эвакуации. Меня слышно? Спасибо. Извините, не смогла поменять имени. Меня зовут Марина. Большое спасибо за эту встречу, и у меня пара вопросов. Конечно, все так звучит печально, когда вы говорите о Е-Остон и так далее. Но вот если бы вы говорили со всем человечеством, вот вам бы дали такую возможность, что бы вы сказали каждому человеку, то есть, если есть на этой земле люди, именно человеки, что бы вы сказали им, что бы они сделали немедленно сию минуту, что бы что-то поменять в этой раскачке нашей планеты и так далее. Всё, что происходит с нами не так, скажем. Это первый вопрос. А второй вопрос, есть ли какие-нибудь, как бы сказать, я бы очень хотела прочитать Овесту, естественно, всё, что от неё нам досталось, то есть небольшое количество того, что досталось. Где искать настоящую книгу или копию, я имею в виду, что вы посоветуете? Благодарю вас. Насчёт того, что бы я сказал, но я бы сказал тоже, что сегодня, и вообще, что я говорил раньше, то есть, чтобы люди начали действовать, начали упреждать теми же самыми медитациями. Что же касается прочесть эти вот книги, да, вот там же тексты все изменены. Вот даже та Библия, которая нас сейчас, начитается седьмой редакцией называют, её староверы септагентумом, то есть седьмая редакция, потому что у нас самая первая сочинная книга, она была Канон, потом появилась Танаха, дальше появилась Авеста, потом Зент Авеста, потом Заар появился, Вот это всё реформа, реформа нашей старой ведовестийской веры, потому что Канон, он состоит из Вет и Весты, Веды это как бы знание, да, а Весты это общение с богами, но у нас в принципе и Библия сохранилась эта структура, Веды у нас сейчас называют Ветхим Заветом, А Веста у нас называют Евангелием, потому что Евангелие в переводе с греческого благовесть, то есть тоже весть, тоже весть, структура вроде та же самая, информация вся иная, ну вот евреи думают, что там их не историю там написали, Исаак родил Якова там и так далее, но это история Хазарского, Каганата Хазар это не евреи, хотя сейчас говорят, что это евреи, не так. Хазар это завоеватели, а Веста это была введена, когда исключили вот этот телепатический язык, язык Казания, когда все стали в общем-то использовать звуковый язык, который раньше использовался исключительно для разговора с богами, стали использовать его качество средства коммуникации между собой еще. Поэтому как бы роль языка была принижена, естественно. И возникла Веста. Ну, а когда Владимир объединился с Бояном, Боян, потому что был против убийства, и даже раньше не убивали в войне, а лишали противника силы. И войны поэтому были магнические. Людей просто превращали в существ, превращали в неопасную форму. Через-то могли вытянуть, вырастить рога в зону, где какой-то центр важный, той же самой речи, например, находился или зрение. Вот в тех местах выращивали рога. И они блокировали эту способность. Вот, а Боян, в общем-то, когда Яромак разрешил убивать, был раскол с Бояном, но он был Арий, Ярояр праздник. Вот, когда он объединился с Владимиром, он стал Бояном, потому что он, в общем-то, слово бой, Боя, да, это усыплять, он предложил усыпление противника. Поэтому был написан Зент, перечислявший всякие приемы усыпления противника. Их тоже не один, их много. Но, когда Веста объединилась Зентом, появилась Зента Веста. Потому что Владимир, для того, чтобы Яромага победить, объединился Боян, восстал против Еромага. Ну, и Ермага, как сейчас мы говорим. Ну, а потом уже, когда Талмуд вели, да, после Зента Весты, вели Талмуд, это фактически Единобожие. Потом уже вели Зар, который разрешил нам скрещиваться с разными существами, не только с Готами, не только с Антами, но и с всеми остальными завоевателями, которые сюда вторглись на землю. Ну, а потом уже появилась Мишну, Мишну, которая отменила перевоплощение. Ну, отменила как? Они просто перевоплощение взяли под свою крышу. И они сейчас управляют перевоплощением. Ну, а потом после Мишны уже появилась Библия. Библия, причем первый вариант был совсем другой. Вот, в 1820 году было издано миллион Библий, которые, в общем-то, розданы были бесплатно. Где, в принципе, человека признали рабом Божиим. Ну, а богами у нас, естественно, были завоеватели. Это тоже произошел раскол Махамеда. Махамед – это не Магомед, это тот, который, в общем-то, выступил против Библии и, в общем-то, создал Коран. То есть, другое совсем учение. которое не подставляло щепу, когда ее били по одной, а сопротивлялось активно этому. Ну, а сейчас вот собирается объединить все религии, готовится новая священная книга, тоже будет восьмая редакция канона, потому что тот же самый буддизм, там, там, жур, у нее священная книга еще называется Палия, а у Библии тоже название Палия в старой Библии, которая 1820 года была, ну, 1820 года. То есть, корень у Библии, но вообще у всех религий один. Вот, просто там убирают всякие эти, там, символы веры, или подменивают, или меняют, или убирают, священные предметы разные, вот, но корень один. У всех все было. И, собственно говоря, именно создание вот этих религий разных, вот, особенно спасов, у нас спасов это много было, ну, как много, у нас пять спасов, потому что было пять крещений, пять крещений и вот пять спасов. У нас сейчас осталось три спаса, да, но они все переименованы, они падают у нас и на август месяц, яблочный спас, ореховый, медовый, вот, отменили у нас, был еще водный спас и был еще, а, земляной, земляной спас забыл, водный, земляной, но, а были настоящие имена тех, кому крестили, когда крестили к какому-то спасу, да, ему присваивали число один, ему единицу, вот один крестили, ну, во-первых, мы стали сразу донайцы, а, во-вторых, он получил число один, крестили, когда разену, получилось число тоже раз название, ну, и название у нас тоже было разницы, русу крестили, ну, вот, тоже как бы рус, раз, но у нас сейчас с одной тоже, вот, но мы стали русскими, когда крестили мод манихеи, то есть мода единица стала тоже, ну, вот, но они заменили вот этих наших реальных спасов, но это Руссия именно, для Руссии, потому что вот для иудеи там другие спасы, вот, иудеи, она происходит из-за того, что у них дэй был спасом, вернее, дэй, дэй, потому что это этот господарь второго кона, а дэй это царь, царь, один из семи царей, который прожил дольше всех, поэтому иудея был. Владимир Алексеевич, вот у меня бывают состояния, в которых проявляются такие способности необычные, и вот в одном из таких состояний я как бы ощутил некий какой-то запас, что ли, как бы потребность в помощи какого-то кристалла, который спрятан где-то в Сибири, в каком-то озере. То есть обращать внимание это не стало, заняться другими вещами, но в памяти осталось. И потом по телевизору я опять услышал опять про некий кристалл, который там укунел, по-моему, что ли. Да, укунел. Там спрятан вроде-то. Вот, может быть, что-то знаете про это? Спасибо. Ну, у нас про кристаллы много ходит легенд. Вот та же самая Нанербе, почему на Капкас рвались, потому что там есть пещера, которая управляет будущим, и управление идет с помощью кристаллов. Вот, и вроде Германия тогда пещеру захватила, там, Скорсений там играл определенную роль, но Скорсений всегда играл роль. на Урале он тоже высаживался, тоже здесь кристаллы, ну, потому что Урал, он вообще отличается большим содержанием в Корее драгоценных камней. Вот эти уральские самоцветы, с кристаллами их, понятно, много, они же много связаны, они же могут копить энергию, могут вызывать большие взрывы, могут, ну, понятно, что можно накопить до такого уровня, что будет разряд сопровождающийся взрывом, они хранят информацию, потому что у нас же вот каменный век, про который мы говорим, как о примитивном, ну, или не нам говорят, нам говорят, а мы повторяем, каменный век в действительности это век высоких нанотехнологий, потому что именно соотношение разных кристаллов в каком-то минерале приводит к определенным необычным свойствам. И у нас вот библиотека вся, она же хранилась в литосфере, и слово литература, она вот слово литература однокоренные. И вот эта старая библиотека, старые книги, это такие диски, их находят вот народности Допа и Гамма, такие вот маленькие люди, но они, в общем-то, и не скрывают, что они инопланетного происхождения найденные у нас в Восточной Азии, вот, в пещерах. У них были вот эти вот диски, ну, как наш компьютер, только они побольше, вот, и они каменные, каменные, похожи на гранит по структуре. Вот, но они интересны тем, что там трешь его, и там появляется изображение в голове у тебя, в другую сторону трешь, твоя мысль передается окружающим. Вот это вот старые книжки, и то, что сейчас вот еще там библиотеку Грозного ее никогда не найдут, потому что она не на бумажных носителях, она именно в камне, в литосе, в литературе. Вот. Да, вы совершенно верно поняли, да, понятно, что если бы сильные мира сего понимали что-то, да, они бы могли поспособствовать улучшению социальному людей, чтобы не было этих вот заморочек там со всякими кредитами неотданными, штрафами сумасшедшими, всякими там просрочками, пениями, вот, отсутствие там квартир, отсутствие зарплат, решили бы эти вопросы, люди бы просто начали думать и, в общем-то, эманировать нормальной эмоцией, тогда, в общем-то, у нас без этих медитаций возможность вот этой катастрофы бы свелась к нулю, но они вряд ли будут думать так, вряд ли они вообще на это обращают внимание. У них мозги заняты всем другим, заточены только на получение прибыли, о жизни они вообще не думают, ну, или думают там о своей, о здоровье, там, как сыграть в теннис в большой, или там покататься с гор, на горных лыжах, ну, такие чисто меркантильные мысли, там, они, понятно, что не несут неположительных вибраций, не дают людям какие-то положительные эмоции, поэтому надо ориентироваться на покидание этой земли, но покинуть мы можем, я уже сказал, это вступить в ок, вот, ну, жильцы по определению, в принципе, они уже в оке, вот, кто не в оке, он должен, может заручиться поддержкой такого жильца, чтобы попасть в ок, но мы его все равно разбавлять олигофренами не будем, вам тоже благодарю, в окей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.